Субтитры сделал DimaTorzok Гриша, наверное, обманывает, что чипсы новые в люксе. Ой, не в люксе, а в магните. Я их никогда там не видела. А где они лежат? Не знаю, я их тоже не видела. А с сосисками нету еще чипса. Да? У меня комары меня кусают. Да ты чё, мой хороший? Мам, ну чё это за красное? Надо красное вставить. Угу. Что-то Дешка привез. Да. Вот здесь этот виноградик, который Сержиня обрезал. Это сколько получилось? Восемь ведер. Запах тут, конечно, пипец какой вкусный. Повезем это все Дешке Лёше. Не знаю, правда, как, но как-то повезем. Сегодня опять пасмурно. Опять уже осенняя погода. Прям по-настоящему осенняя. И я иду открывать ворота и свет надо выключить. Доброго утра еще раз. Будем завтракать. У меня будет кофе с молоком. Я обычно люблю именно, когда много молока, а не мало. Поэтому у меня почти полкуружки молока. И получается он тогда не горячий. Потому что молоко я добавляю холодное. Так, чтобы сразу пить. В общем, может для кого-то это и бурда бурдой. Но мне нравится. Чай буду заваривать в заварнике. Пакетики закончились. И я не стала их покупать. Так что, так как уже похолодало, то чай будем пить часто. Можно и в чайнике позаваривать. И вот этот вот какой-то ароматный у нас чай. Какой-то, какой-то. Вот такой граф Калиостро. Так, Григорий обедает. Сегодня у нас на обед вареники. С зажарочкой, с картошкой. Ну давай тогда, ну оставляй тарелку. И давай одеваться с иной. Гриша сегодня пораньше. К 10.30 в школу. Потому что кино, да? Ура! У нас в Дом культуры приезжает какой-то кинотеатр. Но Гриша потом расскажет. Нет! Я ничего не расскажу. Почему? А то, что если чипсы куплю. Нет! Я ничего не расскажу вам. Я ничего не расскажу. Никаких чипсов. Гриша, мне уже надоело за эти чипсы. Вот честно эти разговоры. Завтра мы поедем на день рождения до бабушки Тая, да? Афонин не слушается маму, правда? Да. А почему? Маму кормят маму кормят. Так, так. Вот эти ножницы меня пугают. А давай я тебе другие принесу детские. Да. Для деток давай. А эти положим, да? Да. Мы работаем Гришу я уже отвезла Ну, потому что сегодня в кино Которое приезжает в Доме культуры Не знаю, что там будет за кино 100 рублей стоит И ты хочешь кино? Да Только пришла Сержу не снимать Только он яблоки убирает А я их раскидываю Да, он их не убирает Да, ты их раскидываешь Ну, в этом году хороший урожай, да? В прошлом году Так я их сколько? 4 года это яблони резал? Нет, ну ты же обрезал И те годы было не такое Правильно, я же почку срезал Специально, да? Мне же надо было опустить ее Да, в общем Тут своя технология Когда-нибудь, я думаю, Сержу не созреет И покажется Созреет Научится И все расскажет, да? Когда лучше сажать, Сержу? Весной или осенью? Я могу наговорить Но я половина не пойму, что я скажу Ты говори по-русски Ты же не политик Ну, по-русски, как я скажу Есть карликова по-двою Сегодня росы по-двою И есть ропы по-двою Ты все лицо прячешь Ты прям как-то за кубиками Знаешь на это? Да, да, да А что, тут ветка обломилась, да? Да, я же ее не трогал пока Видишь, яблоки Это же от яблок Ну да, от урожая В общем, в этом году хорошо на это яблони Семеринка Молодец, хорошо поработал Есть еще, сколько мы еще дают А килограмм двести на нем было Ну да, еще сколько шапала Да, да, машинка Я тут, наверное, почистил Беру только Яблочки, как вы соберете И вот так оттянется Чтоб вот так вот все попадло Аккуратно Аккуратно А то никто бы не догадался Ну не знаю Ты знаешь, сколько на уборках бывает Да, надо учить, да? Да, показы Осторожно, а тут же крыжовник Тут не крыжовник, тут хмель А какие же сорта Азе надо сажать людям? Ну, дома иммунники надо сажать Потому что семеринку надо раз Ну, дома раз 15 работать Чтоб она почистая будет И томы даже мало, да? Она все равно у нас в точечках Хани, это для семеринки чисто У нее первый сорт допускается Парша 1 сантиметр Пятно А, это значит хорошо Это первый сорт, да Для нее Это шелита Семеринка Это яблоко, которое А иммунники, это что такое? Ну, иммунники, которые не повреждаются Паршой Паршой или другими Серьезно А, даже такие бывают? А какие? Ну, из зимника флорина не повреждается Паршой Либерти Так что ты говоришь? Флорина, Либерти Это те, которые Надо брызгать только Поменьше, да? Брызгать Да А потом сейчас Такие, как Рачив Это они будут зимние, да? Это все зимние Перечисляю И этот Как его там Джерамини Это сейчас Модный сорт Даже есть мода на сорт Ну, спрос Дома Дома Самое бы, что я сажал Ну, во-первых, опять же От того, какой Подвой Если дома сажают Карлик Карликовый Карликовый М9 Если кому-то что-то Да? То Обязательно нужна опора Обязательно нужен полив Когда Ну, урожай на следующий год Будет сразу То На карликовых Быстренько Урожай Ну, на второй год Уже первые урожаи Не надо пять лет ждать, да? Ну, четыре Будем так До первого Четверо Хорошо Ну, вот так Гала Ну, их Яблоко Ходовое Осенник Это Всем нравится Их там Девять гал Разных В принципе Они практически Одно Они вкусные Да, они вкусные Но он Паршот Урожается Да Тут кто что выбирает Ну, эти-то-то все тоже зимние Вкусные Ну, в смысле того, что Но надо ждать же до зимы Вкуса Да Вот семеринка Ей нужно полежать Чтоб она набрала свой вкус Ей нужно просто полежать И все Тогда Работники садов Так ты аккуратно складываешь яблоки А? Так ты аккуратно складываешь яблоки Я не аккуратно Просто кидаю Не, ну все равно Ты не прям кидаешь Не, ну я просматриваю просто Какие сразу На сушку Ну, я не знаю Вон он Слушай, я сейчас персиками зашла Так пахнет Кушенными А вот ты и ешь Сначала вкус такой Как будто ничего Странный, да? Да, а потом вот Да Что еще? Худжи кийку Худжи Как называется? Фуджи Фуджи, это я помню Да, в принципе Очень вкусный Ну, как он Он не совсем иммуник Но он очень слабый Ну, он похож на семеринку, да? Нет, он красный Фуджи? Красный? Ну, там же А с красным боком, да? Ну, вообще он сам красный Но он у нас Мы не до... Но очень вкусный Да, да Да, он вкусный Потом, что бы еще Престиж Хорошее яблоко Осенне Желто Это полностью Иммуник от всего Каждый год Плодоносит Но это только для себя Он вкусный Все На рынке он Ну, как-то он Не очень способ Хотя очень вкусное Яблоко И главное Что каждый год Плодоносит Ему попер Как его не режь Он каждый год урожает Ну, из таких Что там еще? Их-то Очень много Но это я основные Перечисляю Которые вот И желательно точно Знать, что это Именно этот сорт А не Дядя Шот На рынке Да, тут очень много Как правило На рынке туфту Такую продают Что Потом приходится Выкорчевывать Да В принципе Карлик Что хорошо Ты уже на следующий год Видишь Какое яблоко Не ждешь там Три-четыре года Все же Мне сегодня Ездил в гости В Темрюк Аж Ну, под Темрюк Там где-то И привез нам Всяких сухофруктов Это пастила Ну, вот она Скрученная Такими трубочками И Ее вкусно есть Когда вот так вот Тоненько-тоненько Резать Такими конфетти Получили Не, не конфетти Как это называется Новогодний Серпантин Вот Это изюм Из темного винограда Без косточки И вот это изюм Из какого винограда Он, наверное, из светлого Все-таки Не знаю Но это все натуральное Без Вот этих обрабатывающих Штук И персики На вид Вернее На вид Да, они очень тоже Странные И на вкус Могу сказать Сначала они очень Странные Но потом Они становятся Какими-то вкусными Свежими персиками Когда уже Их разжуешь Хорошо В общем, супер А вот Сегодня купили Книжечку Еще В люксе В обычном продуктовом Стоят на кассе Вот такие Книжечки Про массы Это про машинки Да? Это как называется? Трактор Трактор? Это, по-моему, Подъемный кран, нет? Угу Да, кран Кран Ты умеешь читать, Афань? Нет А кто умеет? Я умею Ты умеешь? Угу А ты как научился? Я в садике читаю В них Ааа На ужин у нас Курочка в духовке 15 минут Вот осталась И будут макарошки Но, к сожалению, У меня нет Сливочного масла Поэтому Будем выходить Из положения С помощью вот такой Вот Приправы Как это? Магина второй Я просто беру этот пакетик В агрокомплексе По-моему, я его покупала В общем, должен меня быть Всегда Иногда так хочется Вот такой вот химии Ну, здесь вроде бы Как будто бы химии нет Но я все-таки считаю Вот это все сухое Это немножко химия В общем, вот этот пакетик Без всякой курицы Без всяких грибов И 500 мл молока Все-таки прокипячу Когда закипит Загустеет И зальем просто Этим соусом Макарошки Так, у нас ужин И потом все поедут Куда все поедут? На карате поедут На волейбол поедут Везде поедут А когда? У нас сегодня кабачковая икра Куда? Кудрится сейчас Ты дома Заморская была Куда? И макарошки с соусом Мама с тобой Ставим Да Слушай, давай быстрее У тебя время Мама Так, я сейчас напекла Здесь пряничка Всяких разных И сердечек Сделала вот такие вот губки Человечка В общем, использовала Все тесто, которое у меня было Я делала новое, свежее И буду сегодня вечером Вернее, даже ночью Расписывать для бабушки Таи пряники Здесь у меня еще Несколько подносиков С готовыми уже Пряниками Просто разной формы Не знаю, для чего Еще бы не придумала И вот тоже Это даже первый Мой пряник С начинкой Кругленький такой А вот он Тоже первый Большой пряник С начинкой Он, конечно, не самый Идеальный Очень вкусный Это С повидлом Яблочно-сливовое Повидло Вот такое Покупала Оно достаточно Густенькое То есть С ложки Оно вот так вот Не спадает И попробовала его В пряник То есть между двух кругов Засунуть Это повидло Положить Очень Не знаю Мне кажется Должен быть вкусный пряник И главное Что он мягкий Буду его делать Главным пряником И несколько маленьких Еще в коробочку Добавлю Мне даже стыдно Показывать вам пряники Потому что я опять Толком Даже ничего вообще Не снимала Как я их делала Все это Как всегда Из-за позднего времени Почти 3 часа ночи В общем Сделала здесь Несколько Вот таких вот пряничков Мне они очень нравятся Платье с вот такими Вот кружавчиками Внизу Мне очень нравится Это все кружавчики Сделаны кисточкой И вот такой вот Пряник Первый мой пряник С начинкой Вот такой вот Он большой В диаметре Больше 16 см Делаю его 16 кругом Но он Получается Увеличился Вот такой вот Для бабушки С вышепой Пряник И вот такие вот Прянички Еще не раскрашены Но Уже хочу спать Миньешу Попробовала сделать Потом все Разокрашу И здесь Еще вот такие вот Прянички Губы Мне очень нравятся Всем Всем до завтра Я иду спать 3.20 Вообще И снимать Знаете Почему не могу Потому что Делаю все ночью И в голове У меня Стоит План Что Зачем Делать Потому что В пряниках Нужно Учиться Ждать Ждать Пока Подсохнет Галазурь Если Нужна Именно Объемная Какая-то Структура Ну Заливки Именно Да Чтобы было Все объемно Нужно Ждать А иногда Нужно Ждать Время Одинаковое Например Что ты залил Большую часть Что маленькую Время для ожидания Одинаковое И Иногда Там Рисунок Состоит Из множества Мелких Частей И Получается Нужно Ждать Очень Долго Если Нет Других Пряников Только Один Пряник То Ты хоть Десять Таких Пряников Распишешь Хоть Один Время Получается Одинаковое Вот И пока Мы вяжем Я не могу К сожалению Днем Заниматься Пряниками У меня Только Ночи И Поэтому Как-то Так Но я Не Расстраиваюсь Мне Все Нравится Я Не Станусь Довольствую Боже Я хочу Спать А у меня Такая Отвратительная Работа Нет Это не Работа Это Больше Хобби Но Которая Доставляет Мне Безумное Удовольствие Доставляет Поиск Картина Знаете У меня В голове Складывается Например Вот эта Картинка Для бабушки Это По-моему Два Или три Фото Из инстаграм Других Работ Которые Сложились В одну Вот Такую Вот В общем Мне Безумно Все нравится Сделать Нравится Подыскивать Вот так Все Всем До завтра И пока